Сказочная мастерская колесникова Сказочная мастерская колесникова покажет фильм о том, как оформить сказочный домик. Вот все видели там фильм «Власелин колец». И он очень модный, очень интересный. И вот сейчас многие решили сделать вот такие вот домики, которые будут там или туристические, или это просто домик гостевой. Ну вот вам я показываю эскизы. Эскиз «Беседка». Вот такое оформление, входная группа. Все это можно делать с орбитона. И этот сейчас фильм будет о том, как в Беларуси есть один такой заказчик, Валера, который хочет сделать такую деревню, сказочную деревню. Ну смысл в том, что он взял на вооружение вот такое пенопластовое строительство, арочное или как оно называется. Ну есть такие технологии. Они это японские. Или там у меня есть технологии, которые я применяю, а не югославские. Или оттуда получил этот фильм. Вот смотрите, такая конструкция, такая арка. Это делается пенопластом, потом бетон. И можно оформлять. Можно такую черепаху делать. Вот есть такой эскиз. И сейчас будет это такое строительство, такой черепахи. Может, я вам со временем покажу фильм. А этот домик Хоббитов я же оформил. Много фильмов на эту тему. Я вам показываю чуть-чуть обзорчик. Вот такие листья. Они там бобовые. И вот видно, что эти листья являются таким козырьком для защиты дверей от дождя. Фильм будет больше о том, как этот домик выглядит внутри. Ну, немножечко я вам покажу обзорчик. Вот видите, Коля кидает шубку на листочек. Ну, фильм будет обзорный. А мастер-классы есть. Много фильмов, как каркас делается, как делается этот вот бобовый стебель. И самое интересное, или как самое сложное, то, что вот здесь стены кирпичные, а потолок там как бы пенопластом утепленный. И вот видите, такая крыша, она, ну, или такая мебоксидная, или полиэфирная смола. Ну, есть технологии вот этих крыш, которых я не особо знаю. Я сам работаю больше с орбитоном. Ну, вот как бы получилось мне вот отоформить этот вот домик. А он, видите, рядом купольный дом. Это вот сейчас с него делается черепаха. А вам будет фильм вот про вот такой вот домик. Тоже, смотрите, видите, он пенопластовый, термосом сделанный. И вот теперь его надо оформить. Вот такие двери. И смотрите, как интересно этот домик, сделанный внутри. То есть вот идет декоративная штукатурка, идет оформление. И видите, и мебель сделана. То есть вот все это можно делать. Ну, просто надо видеть в этом смысл. Вот этот заказчик, это здесь такой город Логойск, село Добрынево. Там целый делается такой туристический комплекс. Что с этого получится? Ну, посмотрим. Вот есть много работ сделанных. И дракона мы сделали здесь. И вот, как бы, смотрите, полы какие оригинальные. Вот они сделаны из кирпича. Представляете, кирпич положенный, как плитка. И отшлифованный, и, представляете, очень оригинальный, интересный вот такой подход. То есть это не декоративный камень, а вот просто натуральный красный кирпич. И он как бы теплый, ну, как относительно теплый. Ну, вот для туризма, я считаю, великолепное, интересное решение. Вот таких вот, будем говорить, полов. И дверь. Вот это уже какие экстраклассные мастера, которые могут работать с деревом. Смотрите, и дерево там, оно добро, не знаю, это дуб или это просто дерево. Ну, видите, все вышлифано. И именно вот такой круглый хоббитские двери. Ну, очень фильм повлиял на это дело. И остались съемки в Австралии. Там целый город есть, вот этих домиков хоббитов. Изо всего мира туристы просто едут пофотографироваться, посниматься. Посмотреть вот этот, как бы, вот эти домики хоббитов. А что они могут у нас, допустим, у нас какие-то домики быть? Могут. И вот нашелся человек, который выкладывает деньги в развитие такого там сельского туризма или экотуризма, как его правильно назвать. То есть, вот такой вот домик. Ну, это вот такой навесик сделанный. Он, ну, временный, чтобы не затекала дверь. А потом мы ее будем делать с бетона. Ну, есть даже фильм. Вот в этом домике я одну дверь, вон ту крайнюю справа, я ее оформил. И теперь этот домик должен весь оформляться в таком арбитоне. Потом будут засыпаться землей и садиться там декоративные растения. Ну, при желании люди могут найти этот фильм. То есть, очень много фильмов по оформлению этих домиков. И даже здесь делался громадный даркон на этой территории, самый большой в Европе, наверное, такой даркон. Ну, а это вот, смотрите, как выглядит вот такая комната. Смотрите, просто супер. Смотрите, и какие-то вот колонны. И это вот, ну, вот видите, декоративная штукатурка. Все, в принципе, ну, как бы это достаточно просто делается. Ну, как просто. Ну, это декоративная штукатурка под, ну, нету маяков. И вот, чем смешнее сделаешь, и интереснее. Это типа кухня. Ну, вот света плохо, мало хватает. Ну, а смотрите, полы какие тоже. Вот, видите, декоративный камень. Как-то его шлифовали, делали. И представляете, сколько труда вложено вот в такое пол. И вот окна, они тоже произведения. Они нестандартные, они пластиковые. Вот деревянные, сделанные для такого домика. Ну, вот здесь будет типа маленькая кухня для хоббитов. И там, вот видите, полочки. Ну, со временем здесь и посуда будет сделана. Все это будет оформляться, как такой домик-музей. Ну, а по большому счету, можно все это сделать и как бы жилое. Вот видите, двери. Они тоже нестандартные. Смотрите, супер. Как хочешь сделать, что-то не открывается, закрывается. Это такая вот тоже кухонка, спальня здесь. А это вообще нереальные двери. Они боком. Ну, это кухня и спальня. Такой мини, такой VIP-номер, давайте назовем его. А вот, ну, это здесь туалет душевая. Вот видите, дверки открываются. Такие вот нестандартные. Будет вот такой умывальничек. Можно сюда зайти. Ну, хоббиты ж они ж маленькие. Им это удобно. Ну, в принципе, можно и большим людям сюда заходить. Видите, умывальничек, туалет, зеркало. Все это, все это как бы рабочее, функциональное. Вот видите, какие-то полочки и сосульки. Ну, круто. Очень круто все сделано, задумано. И будем надеяться, что этот проект заработает. То есть, Валера, заказчик или хозяин этого проекта, очень клад в виде унитаза. Как я и говорил, это туалет. То есть, вкладывает очень много средств, желания, труда. То есть, в этот, будем вот такой сказочный проект. И видите, вот все беленькое, не грузит. Хотя, вот такие комнаты маленькие. Ну, а все очень оригинально. А это вообще, смотрите, какая интересная дверь. Это спальня. Кстати, или там детская спальня. Или они просто, вот посмотрите, детям переночевать в таком домике. Вот, очень, как бы, кровати двуспальные. И вот великолепно оформлено все. Вот, гляньте, смотрите, одна верхняя для детей. Нижняя коечка. Вот, видите, как оформлено все это. Ну, как видать, шпаклевки идут. Ну, есть арбитоны, есть шпаклевки для внутренних помещений. И вот, видите, дверь, она такая уходит вправо-влево. Смотрите, очень нестандартный подход. Как вот эта дверь открывается и закрывается. Тоже круглая. Ну, почему-то хоббиты любят круглая. Ну, вот такой вот домик. Ну, потихоньку, территория там почти 20 гектар. Ну, я не знаю, как ее заполнять все. Ну, начало сделанное. Уже есть несколько домов готовых. И вот уже идет оформление. Один дом будет дом черепаха. Ну, посмотрим, может, будут у нас фотографии. Или я сейчас поищу, может, найду какие-то фотографии в кино, что происходит по этому объекту. Ну, вот, видите, нашлись люди, которые хотят сделать благоустройство своей земли. И сделать такой туризм и достопримечательность в своем городе или в своей стране. Это, как бы, очень похвально. Ну, людям же надо не только там работать, пахать там или на заводе работать. Людям надо еще и как-то отвлекаться, развлекаться. Вот видите, такая дверь. И вот такой вот, как бы, фрагмент. Ну, есть фрагмент, как мы уже оформили вот эту входную группу. Ну, вот видите, вот такой вот купольный дом. И потом, когда его бетоном укрепится, он потом засыпется землей и будут там садиться на саждение. Вот, смотрите, вот такой вот, как бы, проект. А рядышком видны складские помещения. Смотрите, какое красивое место. А это кухня деревянная. Ну, в ней там печка, холодильник, там умывальничек и великолепные столы. Ну, и такая, типа, домик-беседка, в которой можно запалить костерчик и что-то приготовить. Ну, и в конце фильма покажу, а что там за живность бегает вокруг. И вот, как бы, можно эту живность за уши поймать и приготовить жаркое. Ну, вот видите, эта печка была построена. И посмотрите, вот художники взяли и уже оформили эту печку. И она выглядит теперь вот так. Смотрите, просто произведение искусства. Вот такая живописная, лепная, декоративная печка. Ну, и есть мастер Беларуси, который смог сделать эту работу. А я там покажу, вот как в природе, какие животные находятся рядом. И, то есть, это нетронутый край. И можно увидеть, что захочешь. Сука, куда ты побежал, бля? Сука. Сука.